всем привет дорогие друзья привет сегодня придя в магазин руи кунгурда наших любимых подписчиков расскажите как вас зовут откуда вы меня зовут евгений меня зовут виталий а муж и муж евгений тоже из минска как вы думаете чем мы занимаемся конечно же какой шопинг без чая и у нас есть специалист по чаю да меня очень приятно удивило то что я приехал в турцию а пью только китайский тайваньский чай который в мире чаев китайский тайваньский чай это как bentley или ferrari по отношению машины я хотел попробовать турецкий чай и к сожалению все эти дни если в каком-то заведении просил принести чай этого чай это можно было назвать большой натяжкой это напоминало заварку с водой и благодаря нашим друзьям нашей звезде ее мужу айхану который наконец-то угостил настоящим турецким чаем я его наконец-то попробовал должен сказать что это ничем не отличается от прекрасного хорошего китайского благодаря айхану я наконец-то попробовал настоящий турецкий чай 5 дней хотела попробовать но его нигде не было в отеле я честно признаюсь я просто прошу налить мне заварку когда это заварка более-менее крепкая напоминала мне красный чай вот честно по-настоящему мне принесли ну в китайском эквиваленте это хороший китайский дянхун красный мягкий чай айхан тоже любит чать айхан хорошие мягкие немножечко есть жасминовые нотки и самое главное что мне приятно удивило очень мягкая хорошая тонизация вот мягкая хорошая тонизация которая мне напомнила такой молодой поэр вот по состоянию то есть состояние кстати вот должен отметить что помимо того что ни на tipo напомнил мой хороший любимый красный китайский чай еще и состоянии он прекрасно мягко тонизирует не очень спасает потому что кухни много пробуешь всего много часто пробуешь несочетаемые продукты для того чтобы себя обезопасить вот именно хорошая тонизация что это дала и хороший антисептик это был чай крепкий чай сейчас помимо того что пил раньше крепкий чай как искал фактически заварку сейчас я пью еще хороший вкусный чай на здоровье да мы приехали первый раз турцию рассказывайте все стереотипы которые были от знакомых и собственные стереотипы которые были сформированы полностью все разрушены с точки зрения сервиса людей отношения менталитета все абсолютно по-другому на 360 2 на 180 градусов она 360 очень много можно что сказать скажу одно что надо приехать и посмотреть тем более как мы сегодня узнали от нашей звезды что алания это город который скажем так только кандидат на супер-пупер развития технологическое по отношению с другими городами в которых я не был для села не это как бы самые скажем так начинается это начало свое представляю что такое хай по этим городам по всему поэтому конечно здесь абсолютно все поменялось все стало по-другому восприятию другое вот эти вот ментальные скажем так якоря стереотипы вот эти зажимы в первую очередь на сказать навязанные стереотипы и так далее они разрушились потому что ну действительно это на самом деле не так я до сих пор приятно удивляться сам был жил с этими стереотипами был настолько настроен я принципиально не хотел из-за турцию не по работе по бизнесу ничего вот здесь очень на данный момент все очень приятно удивило местами поразило где-то восхитило в любом случае общее впечатление великолепное разочарование нет да самое главное разочарование нет и надо понимать что если где-то что-то не стыкуется там в отель заезжаешь не то пальто или так то можно подойти поговорить раз два три как бы если дипломатично подходить в решении вопросов то и соответственно обратная связь и приходит дипломатично если конечно идти уже на агрессии на негативе настраиваться на конфликты и конфликты получится но я думаю поэтому будет немножко мудрее находить подход даже этот или астана дело а вот этот менталитет в эту турецкой хитрость она я не заметил в ней какой-то агрессии есть вот это вот это но оно это базар понятно на число базаре и все как на базаре все вот это но она не имеет какой-то агрессии все равно ты выхожду победителем есть принцип клиент всегда прав на дизработает надо сказать этот базарный принцип клиент всегда прав он здесь работы это вот это приятно удивить поэтому приезжайте смотрите пробуйте щупайте и самое главное подписывайтесь на на это самое главное избавляйтесь от стереотипов на самом деле это это самое главное просто представьте вот когда вы едете к торцу что вы едете как начинает с juste чистым сознанием да и просто погружаетесь в эту атмосферу кайфуйте не приезжайте со стереотипами да да потому что тут самое главное здесь что увидел это вот эта граница азии и европы тут есть европейский менталитет и азиатский менталитет но в совокупности он своей не дает коктейль молотова а дает такое вкусное фруктовое вино я бы сказал бы так который надо вот попробовать почмокать и сделать свой выбор вот примерно вот так вот так что приезжайте на самом деле круто обнулиться не надо ехать каким-то вот и багажом все надо самому попробовать и спасибо насти вот ее видосы где-то в чем-то помогли потому что мы приехали вдвоем мы здесь больше никого не знали и первый раз представляете случайно случайно встретились это вообще конечно супер приезжайте обязательно и подписывайтесь на нас спасибо поэтому ребята сейчас идут гулять дальше а я иду на рынок и покажу вам какие цены у нас в конце июля какой июль август август в конце сегодня 17 августа какие цены на рынке на фрукты и овощи да 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 на мед на орешки и на кофе самое главное ну самый вкус я добавлю кстати я работал в компании в которой было представительство в турции привозили кофе вот это же нам это фэнди истамбула я перепробовал разный кофе с разных стран самый вкусный был нам это фэнди я своей жене говорил что приедем надо попробовать сейчас увидел вот пол килограмма мы здесь на рынке купили за 30 лет она сторговалась хотели 70 лир продали за 30 лир это 5 долларов пол килограмма 5 долларов молотого кофе ну такой чудесный кофе такой ароматный кстати сразу рекомендую брать именно это но он везде здесь он продается везде только понимать где надо торговаться потому что есть момент и фэнди за 100 лир а есть за 30 лир пол килограмма чтобы это понимали вот такая маленькая сейчас давайте пройдемся сами по рынку и здесь продают лукум кто просил лукум вот я вам показываю большое количество лукума как всегда на рынке у нас все практически одинаковое например цены на орехи орехи 16 лир 14 фундук 40 40 лет очень большой выбор сухофруктов цены на сухофрукты от 18 лир и выше лукум цены на лукум неизвестны есть различные приправы ну и конечно же всем интересно знать выросли ли цены на фрукты нет бананы стоят 5 лир цена на по 4 лир и дыни килограмм 3 лир и дальше здесь у нас стенды с картошкой с разными с капустой по лир за пучок в общем друзья как вы видите цены не повысить все то же самое инжир стоит 6 лишь очень много туристов покупает различные орехи приправы цены на кабачки 250 на перец 4 огурцы 5 лир помидоры 33 лиры картошка 250 ну и лук по 2 лиры фруктов традиционных для июня уже практически не осталось сейчас в августе как вы видите большой выбор инжира вот такой вот черный инжир 10 лишь зеленый инжир 6 лишь клубники уже нет сезон клубники закончился но начался инжир скоро пойдут гранаты очень много персиков яблок начались груши вот уже гранаты этого сезона 6 лир сливы 3 лиры и нектарины по 6 лир мера бах груши по 5 лир очень вкусные вот эти вот груши мы брали ну и конечно же 5 лир за персики яблоки по 4 лиры остатки клубники этого сезона клубника по 10 лир но это уже самые-самые остатки на клубнику нужно приезжать мая в июне месяце в общем друзья вот такое у нас получилось интересное видео как всегда случайно я встретилась с подписчиками когда магазин здорово пообщались очень интересные ребята ну и конечно же многих интересовали цены выросли они или нет на фрукты на овощи и как вы видите цены остались ну такими же как и раньше на сегодня я с вами прощаюсь потому что мы уезжаем в отпуск и я думаю что уже после этого видео вы увидите наши видео из отпуска но а когда мы будем в отпуске вы будете смотреть это видео всем всего хорошего